Всем привет дорогие подписчики или просто гости канала, добро пожаловать на долгожданную серию электро летсплея. Сделал я такой небольшой перерыв, просто у меня был подкаст и были другие видеоролики, поэтому немножко несколько дней не уходил этот летсплей. Сегодня, как я и обещал, мы перейдем в эру механизмов. Сегодня я хочу построить такой механизм под названием «Умная дверь». Ссылочку и аннотацию я оставлю на экране и в описании, чтобы вы смогли посмотреть. Для этого нам понадобится несколько элементов и давайте сейчас посмотрим, как они крафтся. Кстати, у меня верстака походу здесь нет. Блин, я там верстак оставил. Ладно, сейчас новые сделаем, чуть попозже. Так, для нас тут книга рецептов. Идем в электрические элементы и для этого нам понадобится memory bank. Значит, нам понадобится 6 вот этих вот германиев и 1 кусок меди. Хорошо, сейчас это всё сделаем, это быстренько всё сделаем. У меня места нету опять. Опять, опять нету места! Мы ж тут всякой фигнёй завалили. Нет, тыквы мне ещё пригодятся. Вот эту хрень тоже можно. Тоже, тоже, тоже. И ещё вот эту. Я думаю, нормально, окей. Создаём, естественно, верстак, потому что без верстака никуда, никогда вообще. Без него вы не сможете скрафтить любые инструменты, любые механизмы. Так, значит, где у нас в Германии? В Германии, в Германии. Вот у нас, значит, 6 в Германии. И ещё одна меди. Один кусок меди, но у нас его, походу, нету. Хотя, чё я делаю? Это надо много-много-много меди. Берём малахит и вот так вот ставим плавица. Ставим плавица, тут уже готово. И создаём memory bank. Это у нас будет основа, с помощью которой мы как раз и поставим эту умную дверь. Я не уверен. Ух ты, аж 4 штуки, офигеть! Блин, куда мне 4 штуки? Мне одна только нужна. Так, как тут выкинуть-то? Нет, нет. Да, она стакается. Фух, слава богу. Ладно, хорошо. Вот так вот сделаем. То есть, 3 штуки. Она нам понадобится. Дальше мы создаём... Создаём наживную плиту или нет? Причём нет. Ну, а надо сейчас давайте посмотрим. Вот этот рычаг нам нужно создать. Тоже 3 меди. Хорошо. У нас меди как раз есть. Положим ещё. Этого будет мало. Я не уверен, что у нас сегодня получится сделать полностью этот механизм. Так как достаточно долгий этот процесс. Нужно сейчас создать все электрические элементы. Значит, палочка нужна. Палочка или что там было? Давайте попробуем с палочкой. Так, палочка была. Я не помню уже даже. Будет вот так. И ещё вот так. Так, всё-таки работает. Блин, у нас и здесь 4 ещё этих вот рычага. Отлично. Один рычаг. Потом нам ещё понадобится как раз наживная. Или как там правильно это называется? Вот эта вот штучка. Полублоки. Причём не булыжник, а обычного камня. Такие вот полублоки. Нужно их сделать. Сделать такие полублоки и вот такие штуки. У нас 4 плиты и выйдет. То есть, нужно сейчас взять булыжник. У меня где-то здесь был. Это, 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 а чё это? Это 6 штук вроде бы. Если я не ошибаюсь. Ой-ой-ой. Чё-то не здесь, не так и сделал. Стоп. Стоп, ничего не понимаю. А, забавно. Чё-то я тут не догоняю немножко. Нет, я бы сказал, я совсем не догоняю. Ну, и... И... И в чём? И в чём? Я не понимаю. Что, что это за фигня? А, всё, блин, всё. У меня просто мозги уже не варит. Просто не варит мозги после этой учёбы. Вообще, туплю конкретно. Я извиняюсь, конечно, за это. Стараюсь не тупить. Так, делаем вот так. Здесь тоже делаем вот так вот. Я всё-таки хочу показать процесс, как это всё делается, чтобы вам было понятно. Уже 5 минут записываю. Так, если я не ошибаюсь, там нужно 6 вот этих вот обычного камня. Ну что, попробуем? А, нет, 3. Ой-ой-ой, всё, мозги уже не варят. И сейчас как-то так, что ли, было или наоборот? Да, всё правильно. 4 плиты как раз они нужны. У меня просто вот опять забито всё. Опять нету места. Ну ладно, вот сюда вот накидаем. Так, эту фигню накидаем. Нет, эту оставим. Это выкинем. Это выкинем. Это тоже пока выкинем. И это... Значит, у нас есть плита. У нас есть memory bank. У нас есть ещё рычаг. И нужно ещё как раз проводов, проводков сделать. Я сюда положил. Я думаю, наверное, где-то, ну... Ну, столичка, я не знаю. Будет, наверное, достаточно. Так, и ещё что там было. Ещё двери вроде бы. И по идее, по идее, это всё. Ну, может, там ещё какие-то элементы есть? Я просто на самом деле никогда не строил вроде бы. Нет, я строил этот механизм. Но я его построил всё лишь один раз в выживании. И уже, честно, не помню, что у нас там. Ну ладно, быстренько спим и отправляемся работать. У нас дождик прошёл, пока я тут спал. Так вот, спускаемся потихонечку. Там вот у нас расположен главный вход. Ещё я забыл вам сказать. Ну, как забыл. Не забыл, а вспомнил. То, что мне одна подписчица писала, то, что можно сделать такую штуку, такую вот грядку, как грядку сделать. Не рядом с водой. В общем, берём, выкапываем яму, два блока, туда наливаем воды. Потом сверху здесь ставим блок. По идее, у нас эта земля должна быть сырая. Я, честно, не проверял. Я обязательно проверю вот эту штуку в следующей серии. Сегодня просто я хочу всё-таки построить этот механизм. и надеюсь, что у меня получится. А, блин, точно, точно. Я же забыл совсем. А знаете, что я забыл? А я забыл сделать блоки, которые у нас проводят ток. Это самое главное. Ну, это не самое главное, но одно из таких механизмов, точнее элементов, которые играют важную роль. Где-то они тут в конце были. Вот. То есть, можем вот этот вот создать. Ага, и тут опять этот бложник. Три штуки. Так, ну, то есть, у нас будет 2, 2, 4, 6, 8. По идее, 8 будет. То есть, нужно сделать 3. Три на 6, 18. Ага. Не знаю, правильно я посчитал. Сейчас я быстренько поставлю 18 булыжников переплавляться. И вот таким вот магическим образом у меня появилось 18 булыжников. Ну, естественно, я переплавил. И, значит, 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 что я делаю? Сейчас быстренько создаём. Надеюсь, что у меня всё-всё-всё получится. Я правильно посчитал. Просто башка действительно не варит после учёбы. Создаём. Так, вот это всё дело делаем. И, по идее, 9 штук. Ага, 9 штук. Ну, вроде бы всё. Я не знаю. Пойдёмте попробуем сейчас построить. Ну, больше я ничего не помню, что мне надо было ещё взять с собой. Так, у меня вроде бы с собой все элементы, поэтому должно сработать. Да и провода. Ну, проводов, я думаю, должно хватить. Там прям... Их прям, не знаю... Миллионами не надо использовать. Как я говорил, вот тут у нас середина нашего механизма. Вот прям вот здесь вот. Сейчас я это всё покажу, как это выглядит. Во-первых, мы... Что мы делаем? Во-первых, мы делаем вот такую вещь. Делаем вот так вот, чтобы вот эта штука смотрела вот в ту сторону или в ту. И здесь тоже выкапываем вот эту вот ямку. И сюда вот ставим вот так вот. Чтобы это всё вот так вот выглядело. Кирпич экономим, потому что у нас его почти нету. У нас его совсем нету. Нет, это я зря. Вот это я зря сделал, потому что это на самом деле нам... Я неправильно... Не здесь я выкопал. Опять же, вот кладём вот вдоль. Вот так вот, чтобы смотрел туда. Здесь выкапываем снова яму и ставим ещё вот так вот. Вот теперь... Это уже начало, это уже прогресс. Можно похлопать мне, потому что я уже хоть что-то начал строить, связанное с механизмами. Вот так вот соединяем проводами. Затем-затем. Что я потом затем делаю? Я беру дверь и ставлю её вот таким вот образом, чтобы она у нас была впереди вот этого блока. То есть вот в самом начале. И чтобы вот соединялась здесь вот как раз к двери. Видите, тот провод. На самом деле провода здесь я никакого не использую. А дальше что я делаю? Делаю опять же то же самое. Выкапываю вот эти две ямки. На самом деле вот тут я не очень пока что удачно поставил, потому что мне всё равно я здесь буду яму копать, поэтому я пока не буду здесь ничего заделывать. Тут мы берём опять вот эти токопроводящие блоки. Я опять же постараюсь найти, как вот эта вот штука называется, переводя с английского. И то же самое сделаем с другой стороны вот так вот. Здесь у нас даже уже всё готово. Дальше берём как раз вот эти четыре плиты, которые нам очень-очень... которые мы сделали. Мне только что в телефоне показалось, что мне кто-то хочет друзья добавить. Ладно. Что дальше? Что дальше? Надо потихоньку. Надо сообразить, потому что башка опять же не варит. Ну, далее мы, наверное, спускаемся под землю. И здесь нам нужно вырыть такую яму. Ну, вот, чтобы можно было нормально работать с этими механизмами. Тут у нас образуется такая вот комната. Здесь уже даже, по-моему, заделана она вся. Вот так вот всё это выкапываем. Ну, вот так вот, я думаю, сойдёт. Вот, даже сообщение прислали. Слава Богу, что я ничего не выбривал. Вот тут вот ещё выкопаем. Далее, что мы делаем? Значит, выкопали такую яму. Главное, это много пространства, чтобы нам всё хватило. Ага. Так, чё-то тут не... Чё-то тут не то немножко. А, всё то. И да, я затупил немножко. Значит, делаем так, чтобы вот эти вот все у нас раз провода были видны. Так, вот тут тоже убрать, потому что здесь, видите, вот. Вот теперь всё окей. Дальше нам нужно поставить стенку. Желательно из блоков, которые вам вообще нахрен не нужны. Это, я думаю, стоит выкинуть. Ох, не выкидывается. Смотрите, даже тут, видите, выхода нет. Места опять же нету. О, сейчас уже будет как раз уже темнеть. Ну, ладно, сейчас доделаем эту стенку. Я надеюсь, что животные сюда не проберутся, потому что будет очень плохо. Слушайте, чё-то я, по-моему, накосячил немножко. А может, и не накосячил. Или накосячил. Ладно, строим вот тут такую стенку. Такую стенку строим. А, кстати, я забыл, нам не один memory bank понадобится. Нам понадобится сразу две штуки. Вот видите, пока двери не работают. Так, ну, вроде бы здесь всё. То есть, как, должно стоять сзади и должно стоять впереди. А, да-да-да-да, всё, я понял, где я скосячил. Здесь я немножко неправильно сделаю. Смотрите, что мы, что надо здесь делать. Здесь как раз стенку очень не кстати. Не сюда и стенку поставим. Вот здесь вот нам нужно поставить, потому что дверь у нас стоит вот на этих блоках. Не повторяйте мои ошибки. Делаем мы вот так. Блин, не так, не так. Вот так, вот. Теперь всё отлично. Стенку надо сместить вот сюда вот. Давайте это сейчас же сделаем. У нас всё равно ещё пока не темнеет. Вот, уже темнеет. Я надеюсь, что это видео будет полезно, потому что я наглядно показываю, как всё это строить в выживании. Я очень надеюсь, что это видео будет для вас полезным. Вот, то есть сделали как-то вот так вот. Дали вот так вот. Ну да, всё, теперь вроде нормально. Побежали, поспим. Возьмём ещё один memory bank, и по идее всё будет достаточно хорошо. И уже, кстати, мы страдаем. Голод у нас скоро появится. Надо будет что-нибудь с этим придумать, потому что хавчика уже совсем нет. Сейчас сказал про хавчик. Сразу так что-то жрать захотелось немножко. Всё, два memory bank есть. Может быть, ещё какие-то сейчас будут по ходу механицам. У меня всё равно хп. Я их тогда возьму и создам. У нас особо проблемы сейчас в меди вообще нету, и в Германии. У нас всё этого очень много. Надеюсь, тут медведь к нам в гости не зайдёт в эту лунную дверь, потому что будет очень печально, если он там окажется. Ну, здесь одна такая вот дырка. Одно вот, одно такое маленькое отверстие, он через один блок не пройдёт. Вот так вот делаем, вот так вот покрываем это всё делом. На самом деле здесь чем будет больше комнаты, тем будет лучше для вас, потому что пространства, опять же, повторюсь, понадобится очень много. Далее, что мы делаем? Ну, во-первых, мы вот делаем вот так вот. Дальше подключаем эмори-банк так, чтобы он входил в розовый квадратик, и точно так же сделаем, не сделаем, а делаем с другой стороны. Вот, и вот так вот всё. Тут, опять же, нам мешается вот эта вот земля, поэтому мы её опять же убираем. Пока что вот тут у меня ничего не закрыто. Здесь уже должен быть пол, по идее. Вот так. Да, где что мы делаем? Да, где-то что мы делаем? Мы вот так вот это всё делаем. Подходим к мэмори-банку, настраиваем его. Так, у нас буква С, у нас четвёртая с конца, то есть вот это вот убираем, вот это вот, и ставим букву F английскую. Всё, здесь вот всё совпадает, и точно так же делаем с другой стороны. Всё идентично. Опять же, четвёртая от конца. Давай, ё-моё. Нолик, выделяйся. Что за нолик, который меня троллит? Троллящий нолик. А? Засранец. Издеваюсь совсем надо мной сегодня. Я имею в виду всё роллкрафтинг. Значит, что дальше мы делаем? Блин, вот вроде бы смотрел видео, но всё равно нихрена не помню. Всё равно нихрена. Значит, это у нас плиты, это у нас мэмори-банк. Далее этот мэмори-банк, по идее, мы должны подсоединить как раз к нашему механизму. Механизму. Вот так вот это делаем, и точно так же вот этот провод, точно так же запихиваем его вот сюда. Так вот. Лучше для этого использовать землю, потому что она как раз мне особо сейчас не нужна. Здесь делаем совершенно точно так же, вот так вот, вот так, вот так вот. А, у меня и провода закончились. Блин, опять дождь, вы издеваетесь? Серьёзно? Также вот к этому механизму будет ещё подключён один дополнительный механизм. Это... О, всё печально, всё очень даже печально. Будет подключён, короче, индикатор, который будет показывать, закрыта ли дверь или нет. То есть, если, наверное, нажму на кнопку, то у меня будет показывать, что дверь закрыта, вы не сможете пройти. Если у меня кнопка там будет выключена, то будет гореть там зелёный цвет, и будет показывать, что дверь открыта. А если вот как раз закрыта, будет красный огонёк. Это всё сделано, но чуть попозже, когда уже будем стены возводить. Сейчас давайте всё-таки поспим тогда, раз уже дождь начался. Я не хочу, чтобы деревья так нас сгорали. И потом создадим ещё наших проводочков. Всё, наконец-то я поспал, дождь закончился, просто идеально. Как я говорил, нам нужен для этого... Так, нам нужен для этого малахит. Ой-ёй-ёй, что это было сейчас? И закинем, наверное, ну штучек, не знаю, ну... Четыре. Ничего, места вообще нет. Вообще. Откуда у меня плиты, кстати, взялись? Взялись. А, всё, я понял, да. Туплю я, туплю сегодня. Сегодня жёстко прям меня фризит полностью. 48, и у нас ещё даже места нет. Прекрасно вообще. Кстати, я заметил, если, например, взять вот этот вот ступенечки и обратно их раскрафтить, то у нас получится всего 4 кирпича. Как на один вот этот кирпичный, кирпичную лестницу приходится 6 кирпичей. То есть, раскрафтить здесь невыгодно. Что я заметил? Это вот такой вот следственный эксперимент. Я заметил, когда просматривал видео. Вот так вот это делаем. Забираем наш, опять снова, нашу медь, и делаем опять кучу-кучу проводов из меди. Просто огромное количество. И вот так всё. Я думаю, этого нам будет предостаточно. В принципе, я уже сейчас, наверное, закончу серию. Доделаю и закончу. Уже 20 минут снимаю. Для меня как будто всего там минут 5-10 прошло. Очень это всё быстро вот так летит, когда интересно что-то действительно делать. Опять волки, опять волки. Ну, вы можете их, наверное, не слышать. Вот здесь вот я как раз не поставил наши плиты. Хорошо. Дело, значит, я, как говорил, здесь идентично. Вот так. Так, подключаем. Отлично, всё. По идее, механизм готов. По идее, готов. Давайте его протестим. Это пока что без вот этой вот блокировки. Нет, всё-таки я чё-то тут наплёл немножко. Тут я настраивал. Да, настраивал С. Ну-ка, чё-то я какой-то косяк сделал. Так, чё у меня за фигня? Алё. Алё, алё. Всё. Разбагнулось. То есть, чё-то я тут, знаете, намудрил немножко. Чё-то я тут намудрил. Не знаю, чё-то не хочется работать. Чему ты не хочешь работать? Я же массу С имею. Тут я подключил. Тут я тоже подключил. А вот это мне вообще нифига не понятно. Чё-то я тут немножко не догоняю. По идее, Мамори Банк я подключил, да. То есть, как у нас идёт отсюда, а может, наоборот, вот так вот. Сейчас, давайте попробуем вот так вот поставить. Я не знаю, я не помню уже особо. Опять дождь, опять. О, аллилуйя. Обкакаться просто и не встать 10 раз. Всё-таки, наоборот, я перепутал. То есть, нужно, чтобы входило в синий квадратик. Поэтому, если вы до этого строили, то простите меня, если я вот так вот косячил. Всё, вот теперь точно должно сработать. Теперь этот механизм должен работать идеально. Сейчас давайте его проверим. И попробуем ещё успеть подключить. А может, даже не успеем. Не знаю. Сейчас посмотрим. То есть, как вот. Здесь у нас всё прекрасно работает. Тут у нас тоже работает. Если мы возьмём, кинем провод. Вот, кинем провод. Да, всё. Этот механизм у нас не работает. Это означает, что всё... То есть, я имею в виду, то, что дверь не открывается. Это означает, что дверь мы с вами правильно, правильно сделали. И ещё насчёт как раз вот этого вот нашего дополнения. Дополнение. То есть, как оно выглядит. По идее, оно должно блокировать. Нужно его подсоединить. Давайте это быстренько сделаем. Но пользоваться я пока им не буду. Я, наверное, его отключу. Скорее всего, я просто хочу показать, как это всё выглядит. И мы его, по идее, должны подключить к самому механизму. К самому... А, язык опять заплетается. Опять там... Блин. Ага. Понятно. Понятно. Вот так вот делаем. Соединяем. И вот, знаете, подключаем мы как раз вот сюда. Сюда подключаем. И точно так же нам нужно сделать с другой стороны. И провести провод... То есть, провести точно так же провод на ту сторону. Для этого нам нужно покопаться здесь немножко. Я помню, я копался. Это я прекрасно помню. Прекрасно помню. Вот так вот. Далее здесь проводим, значит, как мы делаем... Делаем вот так вот. Вот так вот так вот так вот так вот. Так вот так. Ещё вот так вот. И вот как раз сюда и подключаем. проводим это все к потолку тут я на счет тысячи раз будто что переделать тому что нужно будет перемещать постоянно провода иначе они запутаются все я по идее сделал не знаю правильно неправильно посмотрим быстренько хорошо значит у нас этот рычаг пока не активирован нас не включен мы его включаем секундочку да отлично значит здесь все правильно сделано да смотрите все готово мы сделали этот механизм умная дверь у совершенно совершенствованная версия все готово все прекрасно вы можете это брать пользоваться стройке так далее там вот так это все выглядит надеюсь я вам правильно точнее вы меня поняли как я все это стоил по сути ничего сложного не было кроме как повторять на этом я заканчиваю этот видеоролики если вам он был полезен и интересен то обязательно лепите лось также подписывайтесь на канал и оставлять свои какие-нибудь комментарии обязательно прочитаю также вступайте группу там проявляйте актив сам андрюха всем пока и и и и и и и и и